Звучание гусли завораживает с первых нот и переносит слушателей в мир русских сказок. Теперь научиться играть на этом музыкальном инструменте можно в детской школе искусств города Видное. Поможет овладеть мастерством Анастасия Воронина, новый преподаватель по классу гусли звончатые. Наш инструмент более особенный, чем другие струны, например, балалайка Домра. Мы отличаемся с ними тем, что на балалайке Домре, например, играют по принципу зажимаем то, что нужно, а у нас наоборот. Мы зажимаем то, что не нужно, играем медиатором. Тем самым наши пальцы всегда остаются в целости и сохранности. Еще одна специальность не менее сказочная. В наступающем учебном году в школе искусств заработает класс арфы. Занятие будет вести Айдана Карашева, выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского, музыкант в третьем поколении. В России она появилась в 18 веке и входила в обязательное обучение в Смольном институте благородных девиц. Конечно же, при обучении мы будем обращать внимание на эстетику, на изящество. Как только прикасаешься к арфе, уже появляется ощущение волшебства и сказочности. Еще один новый педагог Глеб Сильченко научит играть на баяне. Сам музыкант с 7 лет играет на этом инструменте. Народные инструменты – это всегда они именно до глубины души трогают. Любые, что гусли, что баян. Ну, наверное, что баян самый распространенный, самый красивый, что там греха таить. Ну и самый, наверное, удобный из всех народных инструментов. Так что думаю, что баян – один из лучших вариантов. На всех этих отделениях можно учиться совершенно бесплатно. Руководство детской школы искусств объявило о дополнительном наборе учащихся на бюджетные места. Мне очень радостно отметить, что администрация Ленинского городского округа, в частности, Алексей Петрович Спасский, глава Ленинского городского округа, нашел возможность увеличить в школе бюджетные места на определенное количество, на 90 бюджетных мест. И 26 числа у нас будет дополнительный набор, который не будет отличаться от основного, потому что все эти места будут выставлены на прием. Заявление на обучение ребенка нужно подать на портале госуслуг. Вся информация по приему размещена на сайте детской школы искусств города Видное. Способности есть у всех. Их просто нужно раскрывать. Нужно правильно иметь подход к каждому ребенку, и тогда каждый сможет играть. Уважаемые родители, уважаемые жители Ленинского городского округа, города Видное, приводите своих детей к нам на бюджетное отделение. Как я еще раз повторяю, это такая уникальная возможность получить бесплатные образовательные услуги.